Вот вы знаете, например, что в египетском языке слова «люди» и «слёзы» очень похожи. И по египетскому поверью, всё наше человечество произошло из слёз Бога. Ну, не очень понятно, почему он плакал тогда, когда нас не было. Сейчас-то всё понятно. Но, наверное, тосковал бы он нам. И вот об этом стихотворение. «Люди» — это слёзы Бога, драгоценная вода, исходящая из ока от начал и навсегда. Засияем на ресницах мы на разные лады. Око Бога отразится в этих капельках воды. Следующие две песни я написала на стихи поэтов Серебряного века. И первая песня на стихи Александра Блока. Я не знаю, конечно, о чём писал Александр Блок, но вот конкретно в текущий момент жизни, мне кажется, что писал он о подростках. О том, как происходит взросление юного человека, что он при этом чувствует. Интересно, чем откликнется эта песня в вас. И здесь использованы такие слова, которые, к сожалению, давным-давно мы уже не используем. Но я смотрю, что вряд ли кому-то нужно, наверное, их значение пояснять. Но хотя бы мы послушаем и вспомним, что такие слова когда-то были в обиходе. И она садил свой светлый рай И оградил высоким ты нам И в синий воздух дивный край Приходит мать за милую сына Сын милый, где ты? Тишина За частым тыном солнце зреет И медленно, и верно греет Долину райского вина И бережно обходит мать Мои сады, твои заветы И снова кличет Сын мой, где ты? Цветов стараясь не измять Все тихо знает Лена Что сердце зреет за оградой Ничто прежней радости не надо Вкусившим райского вина Мои сады, твои заветы Я насадил свой светлый рай И оградил высоким ты нам И в синий воздух дивный край Приходит мать за милым сыном Вот такое у меня прочтение Александра Блокова И вот Любовь открыла очи Твоей воюющей души Не пропусти же, между прочим, миг откровения Не спеши и насладись Звучанием слова Улыбкой, шуткой, тишиной Душа, гляди смелее в оба Любовь зовет Проснись и пой Песня на стихи Марина Цветаевой Душа, гляди смелее в оба Звезды Август Грозди винограда И рябины ржавой Август Полновесным благосклонным Яблокам своим имперским Как дитя играешь Август Как ладонью гладишь сердце Именем своим имперским Август Сердце Август Сердце Август Месяц Поздних Поцелуев Поздних Роз И Молний Поздних Ливней Звездных Август Месяц Ливней Звездных Август Месяц Ливней Звездных Август Астры Август Звезд Август Сердце Август Месяц Эгипет Эгипет Звездных Велень Когда-нибудь я сделаю концерт под названием «12 месяцев», потому что у меня есть песня «Август», есть песня «Сентябрь», есть песня «Ноябрь», но сегодня она пока не прозвучит, пусть останется интрига на будущее. В общем, осталось совсем немножко. Еще апрель есть. Точно, еще есть апрель. Ну, все. В следующий раз. Да, пока сентябрь. Кирилл, скажи, пожалуйста, у тебя какой месяц наиболее вдохновляющий? Вот многим весна нравится в этом плане. Весна тоже хорошо, но у меня лето любимое, и все месяца, которые относятся к лету, и когда не надо ходить на работу, прекрасные, они вдохновляют действительно. Посмотри, как тебя поддерживают. Это, я думаю, что все самые согласятся. Совершенно верно. А у меня вот сентябрь как-то так вот повелось, что именно сентябрь... Сентябрь – это еще маленькая частичка лета. Там есть бабье лето, поэтому... Мне кажется, сентябрь можно отнести к лету вдохновляющим, безогранично. Пусть будет так. Родной мой, лето на закат, Родной мой, лето на закат. Как обостренье чумы, Когда так хочется начать, Когда воспалены умы. Сентябрь, мой давнишний друг, Мы рады встретиться раз в год. Ты не ревнуй меня к нему, Через неделю все пройдет. Послушай, сентябрь, уходи, не спеши, Да, знаю, уже без пяти. Стремитель людей до октябрьской глуши, И ты просто должен идти. А хочешь, давай с тобой петь, танцевать, Пластинку свою заладить. Под джазовый ритм будет крепко ревать, Но разве ты должен идти? Сентябрь, две иконы твои глаза, Во втихую даль пути нельзя. Отпустить, удержать нельзя, Иди, раз пора идти. Родной мой, лето на закат, Но нам ведь это не предел. Вот такая вот осень. Обычно, когда я читаю это стихотворение, То в течение суток происходит то, Чем оно заканчивается. Посмотрим. Посмотрим, сбывается ли это пророчество, Сбудется ли оно и в этот раз. Дирижер худой и бледный, Ничего вокруг не видя, Разрывая воздух плотный, Кем-то свернутый в рулоны, Разворачивая плечи, Вырастая выше дома, Лоб упрямо опуская, Обезумевая взглядом, Палочку схватил и вскинул руки нервно, Как привычно дирижерам всех столетий Замирать перед оркестром. Только вдруг случилось что-то, И пошло все по-другому. Вместо музыки пугливой, Стрекотания пиццикатта, Вместо охани валдорной И грудной виолончели, Вместо ветреного альта И заигрывания флейты, Вдруг раздался треск небесный, Словно полотно фланели, Что натянутая туго Над землей давно висела, Лопнула, как от пореза Чьей-то острой дирижерской палочкой. И в эту дырку устремился первый снег. КОНЕЦ Волки уходят в небеса, Горят холодные глаза, Приказа верить в чудеса Не поступало. И каждый день другая цель, То стены гор, то горы стен, И ждет отчаянных гостей Чужая стая, стая спиной К ветру и все же Вырваться может Чья-то душа Спасет, Но не поможет Чувствую кожей Пропащая. Не видят слов, не помня слов, Переросли своих отцов, И, кажется, рука бойцов Колоти стала. Позор и слава в их крови Хватает смерти и любви, Но сколько волка не горит, Ему все мало, мало. Спиной к ветру и все же Вырваться может Чья-то душа Спасет, Но не поможет Чувствую кожей Пропащая. 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 Спиной к ветру и все же Вырваться может Чья-то душа Спасет, Но не поможет Чувствую кожей Пропащая. Волки уходят в небеса Волки уходят в небеса